Такая животрепещущая тема, если двойники у Путина интересуют очень многих невротиков в России, людей с такой лоббильной психикой. Вообще таких людей очень много, они конечно жестко фантазируют по любому поводу, потому что сами по себе тревожны и переживают, а вдруг не тот царь, а вдруг подменили, а представьте, это вообще не Владимир Путин, а Владимир-то наш ясно солнышко умер еще в начале 2000-х. Это вот он тогда молодой, с такой красивой улыбкой, с хорошим приятным голосом, с приятными манерами. И вот его-то загубили, Володеньку, а то, что мы сейчас видим, это какие-то удмурты, башкиры и вообще некоторые даже высказывают мысль, что это замаскированные рептилоиды. Вот эти вопросы волнуют россиян. Я попытаюсь тем, у кого еще есть здравый смысл, объяснить, что в принципе никакого двойника у Путина быть не может. И, конечно же, кремлевские, читая тысяча первую статью по этому поводу или обозревая подобный ролик, просто ухахатываются до коликов в животиках, потому что они-то там, дяденьки взрослые, и понимают, что в таких местах в такие игры не играют. Объясню, почему вообще в принципе существование никакого двойника невозможно. Сначала буквально небольшое отступление. Посмотрите на вот эти руки. Как вы думаете, кому они принадлежат? Ну вот, если я вам сейчас не скажу, то я уверен почти наверняка, вы скажете, что это руки какого-то работяги, крестьянина, может быть, даже рабочего. Ну вот, знаете, такие пухлые, с короткими пальцами, воспаленная кожа, плохие ногти. Но это руки господа английского принца. Ну просто принц-принц самых настоящих королевских кровей. И вот представьте, у него такая проблема с руками. Англичане очень часто обращают внимание и пишут про руки Чарльза, потому что, ну, не заметить вот эту красную кожу очень трудно. И часто задают вопрос, что не так с руками Чарльза. Вот здесь на этой фотографии вы четко видите, что там даже треснула кожа, то есть у него явно какое-то кожное заболевание. Отсюда руки вечно блестят от намазанного крема. Ну и вообще как-то не повезло Чарльзу. У аристократов руки обычно ладони узкие, пальцы длинные. Ну и, так сказать, это говорит о чистоте крови. А тут, ну, просто реально абсолютно крестьянская ладонь. Явно не музыкант и человек бездарный. Ну, я бы хотел, чтобы вы просто пока обратили внимание на этот момент. Итак, о двойниках в целом. Существовали ли когда-нибудь в истории или документы о том, что какие-то правители имели собственных двойников? Да, действительно, это было. Это часто применялось в Китае или в Японии. Также есть некоторые указания, что якобы у Петра Первого был двойник. Хотя здесь совсем другая история. Дело в том, что Петр Первый, уезжающий в Голландию, и Петр Первый, вернувшийся, считается, что это было два разных человека. То есть, да, можно сказать, что это был двойник, но по сути до конца непонятно, вернулся ли настоящий Петр. Либо человек до такой степени изменился, имеется в виду, он перестал принимать свою русскую культуру, стал разговаривать с акцентом, у него изменился почерк. Собственная жена его не признала за это, он сослал ее в монастырь. В общем, есть очень много подозрений, что вернулся не тот Петруша, русский парнишка, который уехал. Либо действительно с человеком произошел такой метаморфоз, то есть настолько Европа его изменила, что вернулся совсем другой человек. Кстати, такое с людьми случается. Это я знаю по себе. Например, мои друзья сейчас меня не вполне узнают, вернее, совершенно не узнают ни мои взгляды, ни даже внешне говорят они, что я очень сильно изменился. Ну, я-то точно знаю, что меня не подменили, я могу сказать, что бытие определяет не только сознание, но и бытие может в корне поменять человека. На это, кстати, тоже прошу обратить внимание. Самый известный сюжет по поводу двойника мы, конечно, знаем по фильму «Человек с железной маской». Если вы еще вдруг не видели, посмотрите «Молодой Леонардо Ди Капри». Это не вполне выдуманная история, на самом деле действительно есть подозрение, что в свое время у Людовика XIV родился брат-близнец. И вот для того, чтобы в дальнейшем не было никаких споров за престол, якобы его брата-близнеца долгое время держали в деревне, и там он потом благополучно умер. В фильме же обыгрывается вариант, когда якобы он не умер, а находился в тюрьме, и как вы знаете, что произошло? А произошло то, что происходит с любым двойником. Ситуация в стране несколько изменилась, и какая-то организованная группа элит, в данном случае это были представители дворянства мушкетеры, нашли двойника, подстригли под короля, немножко с ним поработали, с одной единственной целью – для того, чтобы заменить оригинал. Другой цели никогда при наличии двойника быть не может. Итак, понимаете, о чем речь? Речь о том, что любое существование двойника – это прежде всего колоссальная угроза оригиналу, и поэтому в существовании двойников сам оригинал никогда не будет заинтересован. Если, не дай бог, в стране у царя или любого другого правителя есть очень похожий двойник, то сам царь, президент и правитель кровно заинтересован в его уничтожении. Потому что всегда может оказаться группа, которым что-то не понравится в правлении, уберут оригинал, попытавшись заменить его двойником. Вот поэтому любой правитель, если он в здравом уме, никогда не только не будет плодить двойников, а наоборот будет отслеживать и убивать их. Есть такая байка, что одно время выискивали двойников Сталина и якобы находили их, но всех, кого нашли, сгноили в ГУЛАГе, чтобы, не дай бог, не произошла подмена. И да, в некоторых случаях выставляли загримированных актеров, но только на большом расстоянии и только в тех случаях, когда актер не должен ничего говорить. Здесь очень важно. Двойников обычно сажают либо в машину, либо вот как здесь выставляют на стену в мавзолее, либо посадят, например, в какой-нибудь театральный зал, в какую-нибудь консерваторию, где он должен только сидеть, желательно на большом расстоянии и ни в коем случае не открывать рот. Потому что все прекрасно знают, нет двух одинаковых людей. Обычно истории о двойниках почему-то концентрируются именно на лице. И вот здесь плодятся огромное количество роликов, пытающихся разобраться в форме ушей и форме носа, одна ли морщина, две ли морщины, так ли растут волосы. Но это все ерунда, господа. Людей, двойников, обычно различают, конечно же, не по лицу. И уши здесь ни при чем. Пластические хирурги могут повернуть и сделать вам любое ухо в принципе. Хотя вот здесь на картинке вам пытаются внушить, что это разные уши. Но на самом деле это уши одного человека, просто снятые под другим углом. Разные уши, господа. Это вот, например, вот так. Когда форма, оттопыренность, размер, толщина уха другая. А здесь, сверху, это ухо одного человека. Но в ролике вам пытаются как бы натолкнуть вас на мысль, что это уши разных людей. Ладно, сейчас не об ушах. Я хочу сказать, что современные пластические хирурги могут действительно подправить любое лицо. Но вот чего не могут сделать хирурги? Это подправить голос. Здесь ничего не поделаешь. Даже очень хорошие, профессиональные, мега талантливые пародисты, когда они имитируют голоса, даже у них заметно, что это всего лишь имитация. Поэтому, в принципе, невозможно найти двойника, который бы не только физически был похож, но и говорил, как Владимир Путин. А если вы в этом сомневаетесь, возьмите любую запись, старую Владимира Путина, в специальной голосовой программе и наложите на новый голос Путина. Да, конечно, старческие нотки появляются, появляется немножко отдышка и так далее, но я разочарую вас. Это все тот же голос. Голоса люди всегда абсолютно идентично захватывают воздух, произносят какие-то определенные буквы, где-то ставят ударение и прочее. Даже то, как мы дышим, свойственно только нам лично. Итак, Путин в конце 90-х или в начале 2000-х и Путин сегодня по голосу это абсолютно один и тот же человек. Дальше, чего не могут сделать хирурги, и здесь мы снова возвращаемся к несчастному принцу Чарльзу, они, например, не смогут и никогда не смогут исправить руки. Вот по рукам обычно и определяют двойников. И точно так же, как у принца Чарльза абсолютно свойственны только ему руки, точно так же и у Владимира Путина руки не меняются. Как это было и в конце 90-х, в начале 2000-х и на протяжении всего, у Путина индивидуальные, очень запоминающиеся руки. Они тоже широкой ладонью, маленькие пальцы-сардельки, но это еще не все. У него очень крупно и заметно выступают вены. Итак, сравните форму ладоней, форму большого пальца, форму ногтей, если хотите, молодого Путина и современного Путина, и вы увидите, что руки, размер не менялся. Да, Путин не всегда был таким толстым, каким он стал сейчас. Молодой Путин имел ладонь чуть-чуть уже, но это связано с весом. Старый Путин стал ленивый, и он, как и все возрасти, поправился. У него, извините, появилось элементарное брюхо и раздался он в заднице. Но это происходит абсолютно со всеми. Посмотрите, как, например, выглядит Сергей Доренко. И мы вроде бы привыкли, но и да, и всегда он так выглядел. Ничего подобного. Молодой Сергей Доренко отличается, ну, минимум на 3-4 размера. Да и лицо как-то по-другому. И что? Доренко тоже подменили. Или возьмите любого, кого только хотите. Посмотрите на него в 60 лет, и посмотрите на него в 20 лет. И вы увидите, что люди, да, с возрастом меняются. Все, что произошло с Владимиром Путиным, это то, что пластические хирурги хотели его сделать красивее для вас. Они потянули ему кое-где морщины, немножко убрали всякие неприятности на лице. И вот вы уже заподозрили, что это другой человек. А на самом деле он действительно немножко подшприцован. То есть ботекс в нем есть наверняка. Поэтому ботексным его называют не случайно. Итак, мой вердит таков. Путин, конечно же, тот же самый, что и был. Путин сам не заинтересован в том, чтобы у него были двойники. Иначе он потеряет свой пост. Вам хочется, чтобы Путин был молодым, красивым и добрым. Но вы забываете тот момент, что даже когда в конце 90-х появился этот человек, производящий очень хорошее впечатление на всех, уже тогда его друзья говорили, осторожно, это монстр. Под этой приятной улыбочкой скрывается тот самый Вова Путин, который якшался с ворами в законе. И начал он это свое общение не в 2000-х, а еще в конце 80-х и в 90-х. И уже тогда он был сволочью. Только умел совсем по-другому прикидываться. А сейчас просто обнаглел. За 20 лет неограниченной власти этот упырь перестал маскироваться. Теперь он показывает себя таким, каким он был всегда, еще кстати в юности. И еще очень важный момент. У каждого государства или почти у всех государств есть мафия. И только в России у мафии есть государство. Надеюсь, никому не нужно объяснять, что Россией управляет мафиозная группа во главе с Путиным. И Путин здесь не просто правитель и президент. Это он для вас, для телевизионной картинки, какой-то уважаемый человек и господин президент. А для тех, кто на самом деле правит страной, для тех, у кого есть бабки, он самый настоящий пахан. Копо, если хотите, глава мафиозного клана. И там, ребята, все очень серьезно. В любой мафии руководство возможно только на личном уважении и подчинении личности своего вождя. Как только человек сдает свои бразды, как только у него ослабевают связи, завязанные, кстати, еще и в основном, либо на членов семьи, либо на друзей самого что ни на есть детства. Так вот, на этих людей опирается всегда глава мафии и вор в законе. Но он не опирается никогда на случайных, он опирается только на тех, на кого 100% может положиться. Итак, они лично присягают ему верности. Может быть, даже делают некий ритуал. То есть целуют руки, кольца, или бог его знает что, может быть, кровью расписывается. Тут, как говорится, каждая мафиозная группа в силу своей больной фантазии придумывает все эти воровские ритуалы. Они крайне необходимы всем им. И вот потом это держится только на личности вождя. Как только с главой мафии что-то происходит, тут же находятся другие, которые пытаются толкнуть своего пахана. И поэтому вот этот ближний круг, он охраняет не просто тело Путина, они охраняют его как личность, потому что он своим личным воздействием может держать весь этот клан. И им это необходимо. Никогда бы в стране никакие ротенберги и тому подобные не получали бы самые крупные госзаказы, если бы за этим не стоял друг детства ротенберга Вова Путин, тот самый, с которым они с детства сидели на одном горшке. И ротенберг знает Вову Путина. Он знает его много лет. Он знает его с детства. Точно так же Ралдугин и любые другие кошельки, кто держит все бабки в этой стране, это те, кто персонально знают Путина. И они никогда не будут общаться ни с какими двойниками, потому что у них нет интереса присягать никакому Удмурту, никакому Башкиру, вообще никому другому, кроме Вову Путина. Грубо говоря, они его боятся. Обычно Паук, сидящий в середине этой мафиозной Паутины, его талант заключается в том, что он плетет ее таким образом, что каждый как бы оказывается ему обязанным, и на каждого заведено досье, и в то же время каждому дается немножко возможности дышать, общаться и как-то развиваться. Но все они находятся, грубо говоря, на кончике его пера, его желания, его представлений. Как только они перестают соответствовать тому образу, который он для них определил, этот человек убирается. Одним словом, объяснить это крайне сложно. Интересуйтесь темой взаимоотношений в мафиозных группах, и вы поймете, что никакого двойника в этих случаях быть не может. Поэтому Путин, к сожалению, обречен быть Путиным до самого конца. Самое лучшее, что может сделать Путин в своей жизни, и это сделал бы я, если бы я был на его месте, это сымитировать когда-нибудь свою смерть, то есть разыграть большой спектакль на огромную страну, и куда-нибудь исчезнуть, очень далеко, на какие-нибудь самые отдаленные острова, сделать тогда уже на самом деле пластическую операцию, и превратиться в какое-нибудь что-нибудь в этом роде, чтобы никто его не узнал. Но даже в этом случае все равно останется ближний круг, который будет знать, где находится Путин. То есть уйти с этого места, с места президента, пахана и самого главного вора в законе, можно только либо мертвым, либо попытаться вот таким образом себя куда-нибудь схранить, и чтоб тебя никто никогда не увидел. Путин является гарантом своей собственной власти. Он своим характером, своими связями, он той системой, которую он построил на своих друзьях с детства, держит эту страну. Вернее, он управляет ей, как мафия управляет всеми остальными делами. И ведет это себя государство, как мафия, убирает ненужных, травит, уничтожает, расстреливает, интригует, все время показывает пальцы веером. То есть все это соответствует образу Владимира Путина, каким он был в 80-х, 90-х, еще тогда, когда обворовывал Ленинград и вообще Советский Союз. Никогда этот человек не был честным, порядочным, и, конечно же, до конца его дней им останется. И поверьте, он очень дорожит своим местом, и никаких двойников никогда не потерпит. По сути, настоящего, идеального двойника невозможно сделать даже в наше время. И уж тем более невозможно использовать его столько лет. Нет никакой школы подготовки двойников, нет никаких специалистов, которые могут из одного человека вылепить другого, воткнуть в него тот же голос, с тем же тембром, сделать ему те же самые ладони, такого же возраста и прочее. И что самое главное, чтобы его акцептировали его друзья детства и его ближайший круг. На это не способны никто, даже всемогущая КГБ. Подведем большой вывод. Ой, неужели сейчас мой голос несколько изменился? Наверняка, если вы прокрутите 2-3 минуты вперед и послушаете сейчас, вам покажется что-то не так. Так, я специально последнюю часть ролика записываю в другой день для того, чтобы показать вам, что голос даже одного человека меняется, не говоря уже о том, что голос меняется с годами. Голос меняется, когда, например, человек говорит только что проснувшись, или, например, он говорит после того, как он поел, в прямом смысле смочил горло, или, например, он поел какую-то острую пищу, и у него сухость во рту. Голос человека меняется, если он записывает, например, вечером и говорит немного приглушенным голосом для того, чтобы не разбудить своих близких. Человек может случайно, вот как я сейчас, приблизиться к микрофону. Например, у него болит спина и прямо сидеть он не может. Или, например, отодвигается от него, опять же, по причине, что в этот момент, во время записи, солнце светит в окно. Кроме того, записи могут производиться на различные микрофоны, в различных помещениях, на улице или в помещении. Запишите себя и посмотрите, насколько сильно меняется ваш голос. А если еще и между записями годы, то говорить буквально не о чем. Но некоторые люди, психически нездоровые, пытаются навязать людям мысль, понимают, что на самом деле вот эти два человека различны. Но люди с хорошим слухом, с хорошим музыкальным слухом, понимают, что даже если между этими записями прошли годы, и там 100% разная техника, все равно мы слышим голос одного человека. было бы просто невозможно без вашей постоянной поддержки, без вашего доверия. Дорогие друзья, мы провожаем в историю 2012 год. Хотел бы искренне поблагодарить вас за труд, за вашу работу и ее результаты. Поблагодарить за доверие и поддержку. Вашего доверия. Голоса у них тоже разные. Дальше посмотрим видео Путина на бизнесе после трагедии в Крыму. Для того, чтобы серьезно говорить о изменении голоса, необходимо взять записи разных лет идти к профессиональному звуковому режиссеру и там на профессиональной аппаратуре накладывать голос один на другой. И вы увидите, что голос Владимира Путина не менялся. Это первое. Второе. Физически невозможно найти человека, идеально повторяющего другого человека. То есть он должен не только попасть в один и тот же приблизительно возраст, он должен быть того же телосложения, такого или приблизительно такого роста. Это касается не только лица, но и посадки головы, например, сутулости, ширине или узости плеч, телосложение в целом, пропорции тела, длинные руки, короткие руки, посадка головы, манера смотреть, манера, например, поднимать брови или не поднимать их, манера улыбаться и так далее. Должно совпасть все, господа, а это невозможно. Вот здесь фотографии людей очень похожих на знаменитостей. Да, они могут сделать какие-то снимки для каких-то журналов за какие-то большие деньги. Но, как вы видите, при очень хорошем сходстве все равно отличается возраст, фигура и, даже как в этом смешном кадре, пол человека. Поэтому говорить о идеальном совмещении не стоит, это не серьезно. Третье. Если у вас есть цель все же найти очень похожего человека и начать его выдавать за оригинал, вам придется этого человека по сути вырвать из его предыдущей жизни. Все, кто говорят о двойниках Путина, не желают рассуждать о этих самых людях, которые якобы изображают Путина. Ведь на самом деле человек, получается, жил 40 с лишним лет. Какой-нибудь Борис Петрович с какой-нибудь Орловской области замечательно себя чувствовал в своей семье, в своей тарелке, занимаясь, возможно, даже любимым делом. У него наверняка была семья, дети, коллеги. И вот представьте себе, что этого человека нагло вырывают из его жизни не на младенческом этапе, еще раз, а как минимум через 40 лет его жизни. И заставляют его потом годы изображать другого человека. Никакие деньги вот вас лично не заставят изображать никого другого. Вы можете один раз, допустим, из машины помахать кому-то рукой или посидеть в каком-нибудь концертном зале, изображая, допустим, даже президента или какую-то знаменитость. Но жить жизнью этого человека вы не согласитесь, потому что это, по сути, принуждение и тюрьма. Вы должны будете раз и навсегда поставить крест на своей предыдущей жизни. И никакие денежные компенсации вам это не возместят. Кроме прочего, что это должен быть похожий человек, он должен обладать колоссальным актерским талантом, так как мы знаем, что даже профессиональные актеры не в состоянии идеально повторить другого человека. Даже с очень хорошим гримом мы видим, мы просто видим, что это другой человек. Он еще и должен быть самым, самым талантливым пародистом в вашей стране, переплюнуть Галкина и прочих, кто от природы имеют эту способность имитировать чужие голоса. Ну и вот к нагромождению всех этих сложностей вы должны прибавить еще тот факт, что если он ляжет под нож хирурга, ему должны еще и вырвать пальцы или полностью изменить кисть и превратить ее, например, из узкой в широкую короткие пальцы превратить в длинные и наоборот. И мы прекрасно понимаем, что точно так же, как не могут принзу Чарльзу, несмотря на все его деньги, богатство и желание, изменить его руки, покрытые больной воспаленной кожей, точно так же, как ему ничего не могут изменить, не могут изменить руки двойнику Путина. И самое главное, им там сверху плевать на то, производят они на вас впечатление или нет. Верите ли вы в то, что есть Путин, или вы в это не верите? Если бы умер Путин, на его место легко бы нашли другого человека. Ну и в заключение, еще буквально шутки ради, я прошу вот этих самых обладающих необыкновенной властью людей, способных штамповать огромное количество двойников, не могли бы вы вернуть нам настоящего Алэна Делона. Но не может вот этот человек быть Алэном Делоном. Это исключено. Мы же не слепые. Мы же помним, каким был Алэн Делон. Посмотрите, вот так выглядел когда-то этот человек. И это был настоящий бренд. Выпускали духи Алэн Делона, была специальная линия одежды Алэн Делона. Вообще, много что было заточено на тогдашний сексуальный символ Европы. Ну и вот посмотрите, что происходило. Мы же точно видим, что здесь сто процентов не один, а даже сразу несколько двойников. Ведь посмотрите, даже поменялась форма лица, уши насколько изменились, а нос? Куда девался этот нос? Где глаза? Глаза вообще исчезли. И у одного двойника какой-то красный цвет лица, у другого бледный, на одном появляются пятна, он вдруг то разглаживается, то опять обвисает какими-то мешками, морщинами. Что вообще происходит? Неужели они там не могут подобрать хотя бы более-менее похожих двойников? Ужас! Все эти двойники даже далеко не напоминают одного и того же человека. И так рассуждали бы мы, если бы мы были шизоидного типа и на самом деле верили бы, что это возможно. Но мы смотрим сейчас здесь на одного человека, прекрасно понимая, что никакого нет смысла в том, чтобы заменять Аллена Беллона. Он никому нафиг не интересен. И мы просто видим, как колоссальные изменения на лицо человека наносят время, жизнь, стресс, болезни или здоровье. Загорел человек или в этом году вообще не выходил на солнце. Выспался ли человек перед фотосессией или наоборот провел бессонную ночь. Возможно человек немножко больше воды выпил накануне, а в следующие дни он, например, сел на диету и вдруг стал выглядеть свежее. Между этими людьми годы, которые нанесли колоссальные неисправимые изменения на это лицо. И даже если бы сейчас пластические хирурги пытались бы так сказать восстановить прежнее лицо Аллена Делона, им никогда бы это не удалось. Время самый большой корректор лиц и нас всех в том числе и даже корректор нашего голоса и даже корректор нашего поведения. Люди меняются, меняются колоссальным образом, Аллен Делон это один из тысячи подобных примеров. И точно так же время неизбежно наносило изменения и на Владимира Путина. И он конечно же побывал под ножом хирурга. Конечно же ему впрыскивали какие-то средства для того, чтобы разгладить, еще раз говорю, сделать его привлекательнее для вас. Но это все тот же, все тот же подлый мерзкий Владимир Путин, который ни за что не откажется от своей власти до гробовой доски, потому что ему нравится вести этот образ жизни, потому что он помогает своим друзьям детства, потому что он пользуется своей властью. Остальное вы можете продолжать обмусоливать эту тему. Для кого-то, для определенного, еще раз говорю, склада психики это необходимо нагромождать одну чушь на другую, они живут в этом состоянии. Один шизоид выплюнул когда-то эту идею и десятки шизоидов эту идею подхватили. И люди шизоидного типа, то есть не пытающиеся отвечать на вопросы, а просто конструируя глупости, будут и дальше распространять эту тему. Ну и самое последнее. Если бы даже предположить, что Владимир Путин был заменен другим человеком, что изменилось за годы правления настоящего или мнимого Владимира Путина? Ведь по сути замена этого человека к замене системы или к замене той линии, которую вел когда-то Владимир Путин не привело. А это значит, без разницы, господа, абсолютно без разницы для вас ничего бы не изменилось и не изменилось. Это значит, все равно, настоящий ли Владимир Путин или искусственный двойник, хоть это невозможно, но если предположить, что там другой человек, в положении вещей ничего не изменилось. Ну, представьте себе, был бы один Владимир Ленин, затеявший революцию, и был бы двойник Владимира Ленина, точно так же затеявший революцию. Какая разница между этим? Никакой. Редактор субтитров Корректор А.